Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Обожаю ужасы, в последнее время их очень мало, о хороших и пугающих совсем кот наплакал. Данный фильм про современный, можно сказать, ужас, борьба родителей с гаджетами детей. В фильме, конечно, не совсем про это, но суть приближена. За вещий мем не даст покоя никому. Еще совсем недавно по интернету бродила девочка-ворона Момо, которая очень быстро стала легендой, что якобы она убивает. Мой старший ребенок ее реально боялся, хотя взрослому понятно, что это все не серьезно. Теперь у них в моде Хаги-Ваги, страшная синяя игрушка-убийца. Думаю, таких вирусных пугающих мемов много, и они будут появляться. Фильм примерно про то же, про таких вот жертв интернета. Я лично сам не был готов к тому, что в таком возрасте он так на меня повлияет. Я останусь под таким сильным впечатлением. В этом фильме есть напряженные моменты, особенно эта музыка. Скрипка так и держит тебя в напряжении. Что же сейчас произойдет? При просмотре слишком впечатлительным людям, подросткам, наверное, будет не по себе. Какое-то время после просмотра будут оглядываться, а может меньше в гаджетах будут время проводить. Красивые спецэффекты. Старшийся очень реалистичны и действительно страшны. Особенно, если смотришь на большом экране. Сюжет не банальный, довольно непредсказуемый. Держит зрителя в интриге ужаса с самого конца. Слушай, мы понятия не имеем, как эти устройства влияют на вас. И в этом-то и смысл, чтобы вы стали внимательней. И перестали все время торчать в телефонах. Да. Что вы курили, пока я спала? По всему остальному достаточно осмотримельно. Без затянутых сцен и нелепых ситуаций, которые обычно бывают в ужастиках. Страшные моменты есть, и они меня заставили напрягаться. Другая тема фильма – это взаимоотношения родителей и детей. Про то, что взрослые не хотят услышать. Все им кажется, что дети придумывают. От этого бывают беды не только в фильмах. Кстати, это чудище чем-то напомнило мне похожий фильм. Тетрадь смерти 2017 года. Кто не смотрел, зацените, не пожалеете. Приступим. Ты... Бог смерти? Да. Как именно действует эта тетрадь? Запиши имя и увидишь, что будет. Мы раскроем не пару преступлений. Мы раскроем все преступления. Опять же, дети, которые наносят себе и другим повреждения в рамках всяких челленджей, тоже у всех на слуху. Всякие истории с синими китами и прочие, все же помнят. В каком-то смысле фильм даже педагогичный. И проливает свет на современную жизнь детей и подростков. Сейчас делаю обзор и даже как будто чувствую за спиной чье-то присутствие. Как будто кто-то смотрит на меня и я даже боюсь повернуться. Если вы ждете от фильма подобных острых впечатлений и эмоций, то смотрите его вечером перед сном. Не уснете. Я посмотрел его днем, и для меня лично это является плюсом. Это не тупая страшилка из серии «Пощекотать нервы подростков». Тут есть над чем задуматься. Возможно, авторы решат снять ремейк или вторую часть. Я бы глянул. Ужастик хороший. Рекомендую. С вами был я, Коллегула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok